Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Часть пляжа и заповедника в Малом Утрише на свободу. Заплыв в холодной воде, анапские айсмены посвящают его великой победе. Сейчас обо всем подробнее. Освобождение незаконно захваченной территории в Малом Утрише. Там идет демонтаж нелегально поставленного ограждения. Подробности далее. Когда приехали представители прокуратуры и съемочная группа, часть ограждения уже убрали. Морской пейзаж, горный ландшафт и можжевеловый лес. Совсем недавно за высоким забором оказалась часть государственного заповедника и пляжа, излюбленное место отдыха гостей курорта и самих анапчан. От посторонних глаз участок оградили частники. Суд постановил, такая конструкция без разрешения администрации города-курорта незаконна, и ее следует убрать. В настоящее время производится снос, добровольный снос лицами, которые установили этот забор. Указанные работы в полном объеме не выполнены. Дан дополнительный срок с судебными приставами до 31 марта 2015 года. Демонтаж части забора привел к загрязнению территории на пляже. Сотрудники прокуратуры и Федеральной службы судебных приставов предупредили нарушителей об административной ответственности за данное нарушение. В случае неисполнения предписаний в срок будет наложен штраф. В Цибанбалке прошел выездной прием главы Анапы. С какими вопросами обращались к Сергею Сергееву Селяне, узнал наш корреспондент. Аварийные деревья возле 16-й школы и ярмарки привоз беспокоят Веру Волобуеву. Главе Анапы она пришла с просьбой помочь решить вопрос с их спилом. Сергей Сергеев ответил, дело несложное. За содействием обратимся к предпринимателям, которые как раз в этом районе завершают строительство аптеки. Я попрошу тех, кто строит, чтобы они там помогли, кроме того, что глава будет делать. Появление второй аптеки – хорошая новость. Для такого большого населенного пункта, как Цибанбалка, одной недостаточно. У людей должен быть выбор, поэтому и аптек должен быть. Есть конкуренция. И тем более, Цибанбалка – это уже не хутор давно. Для Ирины Житковой, воспитателя в детском саду, забота о малышах на первом месте. Мы часто с детками ходим к нашему памятнику. И хотелось бы попросить вас помочь нам в решении вопроса о замене тротуарной плитки. Сергей Павлович отметил, в первом полугодии работы должны начаться. Сейчас все усилия по ремонту памятников и мест захоронений к 70-летию, к 9 мая надо сделать. Но если что-то будет освобождаться, будем делать. Создание условий для занятий спортом – еще одна тема, волнующая местных жителей. Глава курорта поделился планами с Михаилом Михайловым. Мы проектируем на базе стадиона спортивный комплекс там на въезде. Он муниципальный этот стадион. Я мыслю его сделать центральным для Анапы в целом. Место хорошее. Хорошее. А второй вопрос – это строительство спортивного зала в школе 16-й. Так или иначе, вопросы, прозвучавшие на приеме главы, касались жизни всего села. Цибанабалка растет, застраивается и, безусловно, требует к себе внимания властей. 25 марта греческие диаспоры всего мира отмечают 194-ю годовщину Дня независимости Греции. Именно в этот день, в 1821 году, началось восстание, итогом которого стало освобождение страны от четырехвекового ига Османской империи. В селе Витязево, где проживает довольно большая греческая община, в субботу, 28 марта, состоится торжественное мероприятие, посвященное празднику. С тех пор, с истории, когда Великая Россия помогла освободиться Греции от Османского ига, от Османской империи, то мы говорим, что эта Великая дружба с тех пор продолжается и сегодня. И когда мы сегодня отмечаем День независимости Греции в самой России, в нашей прекрасной Анапе, это говорит о том, что братские узы сохранены на века. Праздник Дня независимости Греции объединят с празднованием юбилея. В этом году Анапской общественной организации греков Горгипия исполняется 25 лет. В субботу, 28 марта, в 15 часов, в храме святого Георгия Победоносца в селе Витязева пройдет служба, которую проведет епископ Новороссийский и Геленджикский феогност. В 18.00 в сельском Доме культуры состоится праздничный концерт. А 29.00 в 11.00 в Доме культуры состоится встреча с кинорежиссером из Москвы Константином Харлампидисом. Все желающие приглашаются на мероприятие. Дорого и сердито. Штрафы за нецелевое использование земли выросли в разы. Федеральные законодатели утвердили новую формулу. Теперь сумма штрафов рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости участка. Размещение коммерческих объектов на земле под индивидуальное жилищное строительство обойдется в сотни тысяч рублей. По документам земля по ДЖС, по факту отели и гостиницы. Такие ситуации для Анапы не редкость. Муниципальный контроль выявляет десятки подобных нарушений. В суд подаются иски с требованиями принудительного изменения вида разрешенного пользования и запрета коммерческой деятельности. Одновременно материалы проверок направляются в Анапский отдел управления Росреестра по Краснодарскому краю для назначения административного штрафа. С марта этого года размеры штрафов выросли в сотни раз. Штраф за использование земельного участка в соответствии с установленным видом разрешенного использования предложено рассчитывать в процентном соотношении от кадастровой стоимости земельного участка. Но если кадастровая стоимость земельного участка не рассчитана, то будет установлена фиксированная величина штрафа, которая в 10, 20, то и в 30 раз превышает тот административный штраф, который установлен в настоящее время. Формула расчета несложная. Для физических лиц сумма штрафа 1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей. Для должностных лиц от 1 до 1,5%, но не менее 20 тысяч. Для юридических лиц от 1,5 до 2%, но не менее 100 тысяч рублей. Простой пример. Если кадастровая стоимость участка 28 миллионов, то штраф от 280 до 420 тысяч рублей. Существенно. По мнению правительства, увеличение административных штрафов будет стимулом для приведения проустанавливающих документов в соответствии с фактическим использованием земельного участка. Перевести земельный участок к фактическому виду целевого использования необходимо в кратчайшие сроки. Повторное правонарушение еще сильнее ударит по кошельку несознательных граждан. Более того, нарушителей обяжут выплатить налоги за три года. Ничего хорошего не сулят и судебные разбирательства. Коммерческую деятельность приостановят. А привести нецелевку в соответствие обяжут принудительно. В долине Суко прошел второй открытый чемпионат по плаванию в холодной воде. Любители зимнего плавания посвятили свой заплыв 70-летию Великой Победы. Температура воды плюс 8 градусов. Температура воздуха тоже плюс 8. Температуру теплых улыбок и дружеской поддержки измерить невозможно. Так тепло поддерживали друг друга участники второго открытого чемпионата Кубани по плаванию в холодной воде. Вы сильный духом, сильный телом люди. Демонстрируйте, что наша Россия сильна во всех направлениях. В спорте и мы своими достижениями готовы показать всему миру, что мы лучшие. Долина Суко распахнула живописные двери командам из Усть-Лобинска, Новороссийской и Якутии. Григорий Прокопчук несколько лет назад переплывал Беринга в пролив между Россией и Аляской. Сегодня окунулся в Черное море. Мы вчера знакомились с морем. Кстати, очень чистое, красивое море. Понравилось. Мы здесь поплавали минут 10-15 и у всех хорошее впечатление. Конечно, надо систематически заниматься закаливанием тем или иным способом. И поэтому это, конечно, я считаю, что к этому надо готовиться достаточно долго. Команда из Анапы самая многочисленная. Александр Денисенко зимним плаванием занимается уже 33 года. С 55 лет. Дважды в неделю, а то и чаще, ее можно увидеть на волнах. Ой, это вообще чудо. Очень-таки хорошее ощущение. Но я считаю, что это здоровье. Дистанции на 25 и 50 метров преодолевали с задором и удовольствием. Ведь главный приз каждого участника – крепкое здоровье, закаленный организм и бодрость духа, которую они черпают в холодной воде. После одиночных заплывов и стафета завершили соревнования в морской воде. Плыли на выносливость 400 метров. Спортсменам повезло с погодой. Теплое солнце, спокойное море. Что еще нужно для любимого занятия? Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники культуры нашей страны. Она повсегда являлась центром и образцом культурной деятельности. Театр, выставки, музеи, концертные залы, дома культуры, школы искусств, библиотеки. К услугам отдыхающих и анапчан круглый год. Напомним, что 2015 год указом президента Владимира Путина объявлен годом литературы. В России в этом году планируется провести масштабные интересные мероприятия, среди которых Международный писательский форум «Литературная Евразия», «Библионочь», проекты «Книги в больнице» и «Лето с книгой» – многие другие. В них обязательно примут участие учреждения культуры Анапы. Кстати, победителем ежегодного городского конкурса «Профессионализм. Достоинство. Честь» в 2014 году в номинации «За преданность профессии» стала заслуженной работник культуры Кубани с 50-летним стажем директор Центральной библиотеки Галина Михайловна Павлова. Уважаемые коллеги, ветераны библиотечного дела, библиотечные сотрудники, работники культуры, я поздравляю вас всех с праздником от лица библиотечных работников. Желаю вам хорошего, крепкого здоровья, хорошего настроения, творческих успехов и мирного неба. Великая Отечественная глазами школьников. В детско-юношеской библиотеке прошел конкурс с книгой к победе. В дни весенних каникул ребята активно участвуют во всех мероприятиях и проектах, посвященных годовщине Великой Отечественной войны. Увековечить память о тех, кто ковал Великую Победу, решили не на бумаге, а рассказами про своих дедушек, прадедушек. Школьники готовят проекты и сценки. Богдан Балабанов учится в морском лицее. Признается, такие мероприятия ему во многом помогают. Здесь и история, события, герои и важные даты. Читал повесть о настоящем человеке, про Катю Соловьянову. Так мы больше узнали о войне. Также расспрашивали дедушку, пока он еще мог разговаривать. Проводили анкетирование как в классе сестры, так и в моем классе. И, в принципе, готовились хорошо и довольно долго. Екатерина и Богдан Балабановы – активные участники различных конкурсов. Считают, что нужно всегда помнить о тех, кто внес неоценимый вклад в победу. Чтобы мы помнили героев войны, и что война была тяжелой. Чтобы мы чтили память о них. Иначе, получается, мы будем на них... И нам все равно, они же свои жизни отдавали, чтобы мы сейчас так хорошо жили. Почетными грамотами были награждены все участники конкурса. О том, что дорого и свято, театрализованный концерт, чествование посвятили ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Там же им вручили юбилейные медали «70 лет победы». На военную службу Клавдия Виноградова отправилась в 41-м году, когда ей исполнилось всего 16 лет. Была начальником радиоузла в Куйбышевском рабочем поселке. Уже через год ее послали на фронт с санитаркой под Сталинград. Выносила раненых. Раненые кто? Все в крови. Поэтому у меня и до сих пор поломать руки в крови. Александр Петрович Павлов! Слава Богу, что это все закончилось. Больше никогда бы не было такой войны. Юбилейные медали жителям Анапского сельского округа вручил исполняющий обязанности главы администрации округа Дмитрий Малютин. Медали получили участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей и блокадники Ленинграда. Ветеран войны Борис Бернацкий испытал все муки блокадного времени. Самое страшное воспоминание, это когда люди ели живые в блокадном Ленинграде, идут и падают от голода. И подойти к ним было нельзя, потому что тот, кто наклонялся, тоже падал. Долго не смолкали аплодисменты во время вручения памятных наград. Подарком для почетных гостей ветеранов округа стали выступления творческих коллективов, которые поздравили собравшихся стихотворениями и патриотическими песнями. Ни один ветеран Великой Отечественной войны не останется без внимания. Тем, кто не может присутствовать на торжественных мероприятиях, медали вручают на дому. Они могут рассказать о погоде на ближайшее время по одной детали. Мало того, в арсенале метеорологов есть и набор проверенных годами народных примет. Что нас ожидает в апреле, у экспертов узнавал наш корреспондент. Метеорологи наблюдают за погодой 24 часа в сутки. За долгие годы своей работы они научились прогнозировать ее по различным деталям, которые обычному человеку ни о чем не расскажут. Они могут определить почти безошибочно погоду на ближайшие сутки и без измерительных приборов. Принимают во внимание и народные приметы. Некоторые из них утверждают, действительно работают. Когда мы видим, когда стая воронов кружит, это к непогоде обычно. Первый удар молнии. И у нас дерево еще голое, то считается, что будет неурожайный год. А если у нас уже зелень появилась и прошла первая гроза, то это считается, что будет урожайный город. В целом апрель обещает быть солнечным и теплым. Месяц пройдет без заморозков. В середине апреля ожидается небольшое похолодание. Однако самая низкая температура воздуха ночью плюс 4-7 градусов. В 20-х числах синоптики прогнозируют дожди. Это все новости на сегодня. Далее Наталья из Мызгова расскажет о погоде на завтра. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. Солнце все меняет вокруг. Солнечный четверг, который обещают нам синоптики, залог хорошего настроения и самочувствия. Прогноз обещает нам плюс 13 днем. Весеннее тепло не может не радовать. Кажется, в солнечные дни больше энергии и сил. Потратьте их с пользой. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова